Чебоксарский международный кинофестиваль прошел на высоком уровне. Так говорят члены жюри, участники и почетные гости. Сегодня они встретились с главой региона, чтобы поделиться впечатлениями и планами. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В образе Мерлин Монро не сразу и узнаешь актрису Янину Мелехову. Звезда театра и кино стала специальным гостем фестиваля. Чаще всего она играет эпатажные роли. В эти дни на большом экране ее недавняя работа в картине «Между нот» или «Тантрическая симфония». Для режиссера Бориса Грачевского это был своего рода эксперимент. Впервые за долгие годы он снял недетское кино. Актеру работать с режиссером, который умеет наладить контакт с малышами и чувствовать всю эту правду, мне было очень комфортно. Мне он не давал грустить и задумываться ни на секунду. Но это еще плюс от того, что героиня такая. Разумеется, если бы это мой персонаж был драматический более, я понимаю, что была бы другая атмосфера на площадке. У меня была творческая встреча в Институте культуры. Многие были тоже на картине и много очень хороших слов. Люди плакали. Кинопоказы в дни фестиваля проходили с аншлагом. И это приятно удивило гостей. На одном из фестивалей последних, на работе которой я участвовал, практически к концу картины осталось в зале только жюри. Вот так вот зритель на наши усилия отвечает. И вот здесь видеть полный зал и слушать после просмотра, даже во время просмотра, некоторые реплики, это самый лучший итог для нас. Молодежь была. Вот это особенно отрадно. Для фестиваля была подобрана и разнообразная программа, отметил глава региона. В этом году лучшие картины выбирают из 28 работ. Большая конкуренция в конкурсе этнического и регионального кино. Те картины, которые показывали отзывы у наших зрителей, очень хорошие. Народ наш доброжелательный. Это вы, наверное, почувствовали. Это очень здорово. Выражая огромные слова благодарности, хочу пожелать вам дальнейших творческих успехов. Михаил Игнатьев поддержал и инициативу гостей изменить формат фестиваля, чтобы кинопоказы проходили и в выходные дни. В принципе, фестивали открываются в четверг или в пятницу. А вот если открываться в четверг вечером, в пятницу, субботу и воскресенье конкурсы, значит, эти самые показы. Считайте, что мы договорились. Спасибо. Известный бард и композитор Григорий Гладков предложил провести в Республике масштабный фестиваль детского кино. Автор пластилиновой «Вороны» приехал в Чебоксары еще и с концертной программой. Полный зал, был детей, конечно, дети замечательные. А у меня есть пластинка «Чудетство» называется на стихе Михаила Яснова. Это детский поэт из Петербурга. Он придумывает новые слова, новый язык. «В чудетство откроешь окошки, счастливень стучит по дорожке, цветет веселютику речки, и звонко поют соловечки». Я говорю, ребята, из каких двух слов состоит слово «чудетство»? А мы в разных регионах собираем. Они мне закричали «Чуваша» и «Детство». А известная актриса и телеведущая Ангелина Вовк приняла предложение провести церемонию закрытия фестиваля. Легендарный диктор признается, что могла бы стать и кинозвездой, но довелось сняться только в одной картине. «Принимаю участие в открытии и закрытии замечательного фестиваля в Гатчине «Литература и кино». Меня очень часто приглашают на кинофестивали, потому что, во-первых, я по образованию актриса и снялась один раз только в кино. Фильм был «Прощай». Ну, это было давно, конечно. А потом я вышла замуж, и мне муж мой запретил сниматься в кино». Гости фестиваля признаются, что республика и ее столица поразили чистотой и гостеприимством. Помним прошлое, все это настоящее, смотрим в будущее. Дмитрий Ковалев, Галина Титарчук, Андрей Шоклев и Андрей Спиридонов. Республика.